Это у нас получается проект Музей военной техники. В Дальнем Свежей, если я правильно понимаю. Да, 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 нашел на территории школы. Это уже вблизи все. Это у нас парад 9 мая. Такая большая очень работа. Сколько у вас на нее времени ушло? Честно говоря, все три месяца на день работы. Серый бетон и кирпичные стены буквально оживают под кистью Марата Петрова. На счету уличного художника с десяток работ в Ульяновском и соседних регионах. Одна из них – «Мурал. Перевернутый урок» на улице Панорамной. Картина заняла четвертое место на фестивале «Форм-арт». Конкурс устраивали на территории Приволжского федерального округа. Тематика прошлого года – это было как раз-таки наставничество, преподавательство. И вот героем прошлого года был Юрий Иванович Латышев. Он заслуженный учитель. Также у него была своя интересная методика – перевернутый урок. Как раскрыть тему этого года, семью, Марату подсказала история родного края. Выбор пал на одну из известных династий Ульяновской земли. В этом году я решил реализовать проект о семье Пластовых. Это такая значимая фигура, значимая семья для Ульяновской области, которые тоже внесли вклад в развитие Ульяновской области. Это целая династия Пластовых, династия художников. На эскизе три поколения семьи живописцев. Внизу – столь любимая Аркадием Александровичем прислание хинская пастераль. Работу над новой картиной Марат начнет в июле. Сперва, как в традиционной живописи, загрунтуют холст, вернее, стену. Мастерской станет подвесная люлька. Фаза рисунка начинается ночью. Проекторы выводят на стену изображение будущей работы, а художник повторяет его контуры. Далее бетонное полотно обретает краски. На эту работу «Сказочная ундория» Марат Петров потратил две недели. С новой картиной должен уложиться в 20 дней. Место для размещения мурала пока предварительное. Стена одного из домов на улице Александра Невского. Обязательно нужно интересоваться, минимум, жители там живут. Если они не возражают, только в этом случае такие проекты можно реализовывать. А так, в принципе, я вижу. Талантливый молодой человек. Где обучались? В художественной школе. Это на Ленина, да, первая художественная школа. Министерство молодежного развития поддерживает тоже и Марата, и тех граффитистов, которые обращаются с инициативой какой-то в части там и закупки баллончиков там, и многого-многого другого, для того, чтобы было обеспечено полностью всеми материалами, для того, чтобы нанести такой мурал. СМС-голосование за три призовых места продлится с 5 по 15 августа. Участвуя в нем, ульяновцы поддержат не только Марата, но и память о другом нашем земляке. Мастере своей кистью, прославившем родные просторы. А Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73.